Доброго времени суток! Давайте посмотрим поселок городского типа Великая Новоселовка Ну, если вы еще не на фронте, то почти Да У вас там полно ВСУ, которые очень серьезно привязаны к вашему населенному пункту Видимо, там у вас давно-таки жарко становится Ну, судя по картам, у вас на данный момент более или менее такая благоприятная обстановка Эмоций, конечно, много Люди наблюдают за происходящими событиями, но сделать ничего не могут Ждут каких-то удобных, удачных случаев, удобных случаев для того, чтобы решать какие-то свои вопросы В принципе, поселок максимально сохранена пока инфраструктура Но вполне возможно, что будут какие-то в недалеком будущем разрушения Ну, давайте посмотрим, как будут развиваться события Ну, возьмем До 15 ноября Как будут развиваться события Повторяю, эта дата ориентировочная Это не то, что именно четкие сроки Четкие сроки сейчас вообще невозможно поставить Я могу сказать одну вещь Как мы будем настроены на то, чтобы Россия победила Так оно и будет Своим вот этой вот целеустремленностью и верой в победу Мы не только ребятам помогаем Мы вот туда отправляем энергию для этой победы Поэтому про сроки давайте мы не будем говорить Нужно постараться каждому вложиться в эту победу Хотя бы на своем каком-то уровне что-то сделать Кто-то молиться может Кто-то энергию направлять более конкретно ребятам Кто-то может быть умеет ставить защиту То есть нужно работать на всех уровнях Если кто-то работает где-то на предприятиях в России То соответственно на этом рабочем месте Если мы будем найти скулить, то ничего не получится Но в ближайшее время скорее всего будет объединение Какое-то нескольких может быть подразделений Либо нескольких направлений в районе Новоселовки Поселок будет максимально сохранен Но там начнутся скорее всего боевые действия в это время Вполне возможно, что будет какой-то договор Будут договоренности о чем-то И между кем-то Но будем надеяться на то, что это будут договоренности О том, чтобы поселок просто Оставили высовую и ушли оттуда Чтобы был решен вопрос мирным путем Будем ждать результата Ранее приложенных усилий И результат будет положительный Много чего будет сделано И местными жителями И может быть даже руководством Потому что у нас тут два короля вышло А вот То есть максимально будет приложено усилие Для того, чтобы сохранить Сам поселок, его инфраструктуру И соответственно, конечно, жителей Посмотрим, как будет в это время Складываться дела для ВСУ В районе Великой Новоселушки Это туда, который вот Как он, Волновахский район Я про это, может, еще где-то есть Поэтому я уточняю Чтобы не было потом разночтений И попыток спорить Я говорю о Волновахском районе Насколько я понимаю Это поселок, если еще не на границе Соприкосновения То очень близко к этому Скорее всего ВСУ Получит Помощь какую-то Поддержку Может быть, будут объединяться Сразу несколько подразделений В этом районе Но Даже если они объединятся Даже если они соберутся Там как Всегда куча Окажется, что командование Их бросит Я не удивлюсь Если это не ВСУ А иностранные боевики А вот командование ВСУ Их просто кинет Помощи они не получат В конечном итоге И в результате Окажутся в очень безвыходной ситуации Когда абсолютно непонятно, что делать Будут пытаться выйти Решить эту ситуацию Но ничего не будет получаться А командование Скорее всего Будет уничтожено То есть По командному пункту Будет нанесен удар Поэтому И Некому командовать будет Либо Кто-то успеет слинять А кто-то будет уничтожен Они, конечно, будут Стараться показать Что у них еще что-то есть Сила какая-то есть Будут сопротивляться Но опять же Все время выходит Карта Это сохранение собственной жизни Ну вот, пожалуйста Поэтому Могут быть договора О том, чтобы сложить оружие Тем более Будет беспокоиться О сохранении собственной жизни Из-за того Что будут Воздушные прилеты Постоянно будет Что-нибудь Сверху прилетать И командный пункт Будет уничтожен И по самим Военнослужащим И многим Просто будет страшно Даже если Это иностранные боевики Даже если Им платят Как пишут Что там До двух тысяч долларов В день Ну, я не знаю Содержать такую Безумно дорогую Армию Даже если Это боевики Ну Америка Может быть Оплачивает Конечно Но я как-то В это верю С трудом Поэтому Будут И потери Будут и раненые Ну, вот В первую очередь Пожалуйста Да, у нас Вот тут Вот вышел обман Тут Командование Уничтожено Будет И вот Командование Еще и слиняет Бросив Своих Подчиненных То есть Вот, пожалуйста Вам обман Ну, а кто-то Будет уничтожен Соответственно Вот эти все Боевые действия Когда будут Подчиненные Видеть это И понимать Что их просто Кинули Боевые действия Начнут Сходить на нет Потому что Обычные солдаты Даже если Это Наемники Смысл им Погибать За кого Если командиры Сбежали И бросили их Если только Из боевиков Есть информация Что Составляются Заградотряды Вот То есть Военнослужащие ВСУ Не будут Понимать Что происходит Куда бежать Что предпринять Будут искать Разные выходы Решения Этого вопроса Но все В результате Все планы Будут лететь Тартарары Рассыпаться Как карточный Домик И Соответственно Начнется Совершенно Другая Дорога Если До этого Была Успешная Допустим К победам То Начнется Путь Совершенно Другой И будет Очень серьезно Стоять вопрос О выборе Того Что делать Дальше Дальше Постараются Уходить Но Уйдут Единицы Единицы Хотя Вроде бы Выход Есть Там И солнечный Свет Введен Но Туда Уйдут Только Единицы Остальные Останутся Скорее всего Просто Сложат Оружие Потому что Выйти Значит Ты будешь Дальше Воевать А это Уже По-моему Всем Надоело В районе Херсонова Регулярно Наши Ребята Болбают А Зелинский Все Кидает И кидает Туда Ребята Украинских Ребят Я говорю Там Видимо Стоит Вопрос Об Полном Уничтожении Мужского Населения Украин Как Будут Складываться Дела Для Российской Армии В это Время В районе Великой Новоселовки Будет Тоже Объединяться Несколько Подразделений Скорее Всего Подойдут Мобилизованные И будут Обучаться Совершенствоваться Уже Именно На поле Боя Ну В конечном Итоге Это Все Закончится Этот Цикл Для Поселка Нахождение Под Украиной Подойдет К концу Главное Сейчас Терпение И все В конечном Итоге Закончится Благополучно Много Будет Воздушных Использовано Всяких То есть Сейчас Российская Армия В лоб Не идет Либо Сидят В засаде И соответственно Таким образом Уничтожает Либо Это С воздуха Вот Тоже Подразделения Объединятся Будут Уже Наработанный Опыт Будет Использоваться Командование Будет Ити Под Одним Человеком С Таким Вот Внутренним Ощущением И чувством Поселок Будет Зачищаться И соответственно Территория Вокруг Него Для этого Будет Приложено Много Сил Не только Физических Правда Придется Какие-то Планы И менять По ходу Дело Если Даже Где-то Будет Что-то Непонятно Как Нужно Действовать То Всегда Выход Будет Виден И Им Будут Пользоваться Новые Конечно Какие-то Эмоции Но Будет Очень Тяжело Придется Побороться Приложить Много Усилий Но В основном Все боевые Действия Будут Происходить За Пределами Поселка Не Внутри А За Пределами Ресурсов Будет Много Использовано Будут И раненые И погибшие К сожалению Это Неизбежно Ну Потихоньку В поселок Будут Заходить Может Быть Какие-то Сложности И В Обеспечении Может Быть Либо Связь Либо Еще Что-то Но Как Говорится Предки На нашей Стороне Поэтому С этими Всеми Силами Вместе Будет Формироваться Новая Армия Ну Я имею Ввиду Вот Именно Понятие Армии Да Которая Дальше Пойдет Громить Иностранные Все Эти Подразделения Много Будет Каких-то Неожиданных Вещей Много Будет Воздушной Борьбы И Вполне Возможно Что Будет Договор Я Еще Раз Хочу Повторить Что Помните Я Говорила Что Про Карту Которую Мне Показали Что Все Будет До Польши С Границ С Польшей Никуда Никакие Территории Украины Не Отойдут Могу Еще Раз Это Повторить Чтобы Было Всем Понятно Я Не знаю Кто Там Что Говорит Предсказывает Мне Лично Показали Что Вся Территория Украины Я Не знаю Как Вот Именно По Составу Пока Я Этот Вопрос Еще Не Уточняла Именно Войти В состав Но То Что Российская Армия Дойдет До Границы С Польшей Это Точно Так Какие Опасности Есть Для Поселка Великая Новоселовка В это Время Ну Боевые Действия Будут В основном За Пределами Тоже Обман Видимо Это Когда Бросят Военнослужащих Командования ВСО Поселок Максимально Удастся Сохранить Возможно Пожары Поэтому Пожалуйста Будьте Очень Внимательны На Всякие Случаи Особенно Если Частный Дом Имейте Какой-то Запас Воды Чтобы Можно Было Сразу Что-то Предпринять Тоже Вот Пожалуйста Договор Скорее Всего Будет В районе Поселка Договорняк Потом Соответственно Празднованием Радости До Кого-то Веселья Так что В конечном итоге Поселок Полностью Встанет Территорией России Для того Чтобы Это Приблизить Еще раз Повторяю Мы Все Кто За то Чтобы Победила Россия Должны Приложить Максимум Своих Усилий Максимум Энергии Кто-то На своих Местах Кто-то Своей Верой Кто-то Уверенностью Своей Нам Нужно Объединиться Чтобы Чтобы Мы Помогли Ребятам Создать Вот этот Вот Боевой Кулак Потому Что Если Не Будет Веры В Наших Ребят А У Них Не Будет Веры В Тот Народ Который Они Защищают Ничего Не Получится Вот Такой Расклад Получился Для Поселка Великая Новоселовка Желаю Всем Жителям Поселка Жителям Всего Донбасса Да В принципе Всем Жителям Украины Адекватным Жителям Украины Чтобы Как Можно Быстрее Наступило Мир Мирное Небо Над головой Берегите Себя Берегите Своих Близких И До Новых Встреч